Арест пророссийского блогера и задержание российского журналиста. С этого начался Новый год Латвийской Республики, Новый, 2023. Российского журналиста зовут Марат Кассен. Он из нашей среды, из русскоязычной среды Латвии. Это молодой, энергичный, образованный человек, который честно выполнял свои журналистские обязанности и сделал карьеру там, в Российской Федерации. Если бы, наверное, не война и все безобразия, которые с ней связаны, возможно, он бы продолжал эту карьеру развивать, но он попал под раздачу. Конечно, арест человека, который близок нам по своему происхождению и по своему строю мысли, это обидное и достаточно неприятное для нас известие. На его месте, на месте Марата Кассена, мог оказаться любой молодой, образованный человек русского происхождения, которому в Латвии не удалось или не нашлось места ни на государственной службе, ни в каких-то частных масс-медиа, средствах массовой информации. И он вынужден был делать ту самую профессиональную карьеру в соседней стране. Мы не уверены, что под арестом, по задержанию Марата Кассена есть какие-то очень веские аргументы или какие-то причины, которые действительно серьезно подрывают или связаны с государственной безопасностью. Скорее всего, это событие надо рассматривать в контексте общего противостояния России и Запада. И, конечно же, неправильно было арестовывать Марата Кассена, помещать его в тюрьму. Достаточно было, наверное, какого-то другого средства ограничения свободы, такого как подписка о невыезде. Мы очень надеемся, что государство проведет объективное расследование. Марат Кассен будет полностью оправдан и сможет продолжить свою профессиональную деятельность. И лучше, если он ее продолжит, не за границей, а здесь у нас, в Латвии.